Сотрясение почвы ощущают в последние дни жители одной из окраин Санкт-Петербурга. Землетрясение на российском севере, событие практически невероятное, поэтому подозрения пали на строителей и военных. На полигонах, например, уже не раз проводились подрывы боеприпасов с последствиями, потрясающими в буквальном смысле. Своё расследование провел наш корреспондент Антон Давыдов. В буквальном смысле встряска Петербурга, а точнее север на его части, событие для города, построенного на болоте, из разряда «необъяснимо, но факт». И пусть на месте землетрясения нет хоть сколько-нибудь значительных разрушений, да и комментарии, ощущавших на себе толчки земли, звучат странно, но в правоохранительных органах и МЧС зарегистрированы сотни звонков. Не выглядело это никак, это внутреннее ощущение, да, просто ощущаешь сдвиг. Справа налево, слева направо, затихающие колебания такие, да. Это произошло впервые, я подумал, что это землетрясение. Пока экстренные службы в поистине чрезвычайной ситуации пытаются понять природу подземных толчков, а сейсмологи продолжают регистрировать подобные события, петербуржцы строят предположения о причинах этих явлений. Землетрясение как таковое, естественно, никто не верит. А вот строительство крупных магистралей – одна из популярных версий. На севере Петербурга должны соединиться кольцевая и западный скоростной диаметр. Работы действительно ведутся, однако дрожь земли от такой деятельности можно ощущать на расстоянии километра, не более того. Среди прочих возможных сценариев – прокладка тоннелей метро, прорыв труб с газом большого диаметра, строительство домов. Вот только ни одна из версий пока не подтвердилась. Правы петербуржцы оказались лишь в одном – земные потрясения напрямую связаны с деятельностью человека. Это явно техногенного порядка явление, не землетрясение. Если бы это было землетрясение как таковое, были бы большие, маленькие события. И они не так бы во времени были. То есть тут видно рука человека. Пала тень подозрений и на военных. В пригородах Петербурга есть несколько полигонов, где уничтожают боеприпасы, а также испытывают новые виды вооружений. Дабы избежать сплетен, командование Западного военного округа не только показало, но и подробно рассказало, как рассчитывается воздействие взрыва на окружающую среду. Показатель на 100 килограмм, если взять, где-то по воздействию техники, где-то начинается, заканчивается сейсмика при 100 килограммах на 600 метрах. Сейсмическое воздействие 100 килограмм заканчивается на 600 метрах. Если бы мы взорвали тонну, сейсмическое воздействие закончилось бы 1200 метров. Однако проведя ликбез, военные лишили людей последней, хоть сколько-нибудь похожей на правду версии происходящего. Ведь подземные толчки ощущаются до сих пор. И теперь вопросов у петербуржцев в разы больше, чем ответов. Антон Давыдов, Марк Тюнев, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.